Присутствует ещё и живой композитор, которого тоже можно взять с собой на необитаемый остров. Я сегодня, когда в Фейсбуке рекламировала наш концерт, мне написала композитор Радьев, говорит, возьми меня с собой, а партитурами заодно как-то разожжём костёр на необитаемом острове. Ну, партитуры не горят, мы знаем, что ими особенно не согреешься, не разожжёшь. А вот то, что Павел Карманов сегодня в зале и может несколько слов сказать о своём сочинении «Get in», которое сейчас будет исполнено, в новой версии, которую он сделал в этом году, вместо ударных он в это сочинение вёл фортепиано. И об этом сочинении, о названии мне хотелось бы несколько слов, чтобы сказал композитор. Павел Карманов. Добрый вечер. Так неожиданно мне дали слово, для меня несколько. Эта пьеса написана в 2005 году. И, собственно говоря, её мне попросили написать мои друзья из города Сиэтл, из Америки. Прекрасная Елена Дубинец руководит в этом городе на сегодняшний момент оркестром Сиэтл Симфонии. И является, в общем, большим начальником и, в общем, таким музыкальным деятелем в этом прекрасном городе, где я был, в общем, много раз. И там ещё у меня куча друзей в этом городе. И, в общем, в какой-то момент мне предложили что-то написать для ансамбля под названием Сиэтл Чембер Плеерс. Это участники того же самого оркестра прекрасного. И у них такой состав очень был нетривиальный, интересный для меня. Вот, значит, флейт и кларнет, скрипка и велончель. И у них присутствовал в составе колоссальный ударник какой-то, который играл с Джоном Кейджем. Я просто уже не помню, как его точно зовут. Уолтер Грей, по-моему. Такой волосатый, очень неколоритный. И вот мы с этой, да, у них был концерт, в котором, среди прочих произведений, в конце было произведение Николая Карндорфа «Get Out», где скрипач Михаил Шмидт всё время кричал со страшной силой «Get Out», в общем, убирайся, и творил очень интересный такой музыкальный театр на сцене. И вот мне предложили в этом концерте что-то написать в начало, как бы, этой программы. И логически пришло в голову такое название «Get In». Дело в том, что я вообще люблю, когда какие-то жизненные обстоятельства вторгаются в музыку, в название, и так как-то это можно зафиксировать в каком-то смысле. Как раз в этот самый момент у меня родился мой прекрасный сын Макар Карманов. И вот это совпало каким-то образом, я был переисполнен, как вы понимаете, отцовскими какими-то радостными ощущениями. Написал эту пьесу, писал её как-то очень быстро для меня, это месяц прошло, чем даже удивил, кажется, людей в Сиетле, они начали волноваться в какой-то момент, не успею ли я. Вот я за месяц её создал. Ну, пьеса совершенно простая, но дико сложная в исполнении. Спасибо большое. Я забыл сказать о том, что специально по просьбе анзамбля Масон и Виктории я переделал эту пьесу для исполнения вместо ударных с фортепиано. И опять же я как бы рассматриваю свою музыку иногда как собственных детей. Ещё интересно бывает следить, как они живут в разных руках разных исполнителей, совершенно по-разному звучат. Вот сегодня мы имеем, можно сказать, московскую премьеру, новой версии для специального анзамбля Масон, пьесы Get In с фортепиано. Спасибо. 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 Спасибо.